теперь когда резать переходим в практике черенка я высказался у меня наборел на туша я когда смотрел этот добрый яндекс я доволен тем когда вижу свою статью редко-редко попадает туда вот мне интерес какие-то новости какие-то необычие но там из осени режьте осенью если зима режьте зимой отрежьте теперь купите у нас это 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 из этой подлости при усилии людей резать что даже вот это не на она же не видит что творит она вообще не понимает о чем речь идет и вбили в башку когда-то наверняка с образованием девка а потом нарвалась до до скорбления нарвалась исчезнете с наших страниц это точно уже а нет не надо вы же научите и тот самый александр и вы это не на от вас есть польза здесь того никого не научите калече деревьев а нам дай повод поговорить итак когда резать значит начинается заготовка черенков я черенки еще буду резать но я не знаю сколько надо поэтому первый этап 300 нарезал то-то 400 нарезал этот самый чернобая 300 нарезал я своем саду я свой сад по себе стараюсь беречь вот потому что еще сергей режет режет все-таки питомник не такой большой сад вы смотрите как он калечится вот и вот получается когда несколько дней назад у нас была плюсовая температура потом резкое похолодание там минус 5 потом минус 10 минус 15 наконец минус 20 все это быстро в течение трех дней и вот тут как раз повод вот сейчас поговорить дал один товарищ он все ждал когда я буду резать я говорю ну все я наконец буду резать как у вас у вас же там тепло как вы будете резать ну не то что он принял меня в халтуре он искренне мог понять я говорю давайте так вы смотрите набираете погоду в Сен-Угорске вот сейчас все это на лицо и посмотрим и когда ему посоветовал посмотреть погоду в Сен-Угорске я сам тут же включил погоду в Сен-Угорске и сделал фотографию прямо с экрана смотрите это было несколько дней назад а чё ты узнаешь где-то даты даты а завтра 5 на 4 ноября это было четыре дня назад вот и вот тут самый интересный момент это учеба друзья не просто ля-ля значит итак минус 19 деревья спят все спит снежок лежит вот такой ну лежит у нас это и то это редко бывает что в это время ноября снег и я режу и вот он мне звонит снова Валерий Константинович а вот посмотрите видите через два дня через три будет плюс вот он плюс обещает 4 2 1 3 и даже 6 9 ноября даже плюс 6 а вот говорит наверное рановато все-таки режете может быть надо было еще пережить плюсовой температуру а потом снова минус и тогда только резать попался нормальный мужик который соображает вот вопрос теперь что делать прав я что нарезал при минус 19 там 15 20 вот такой пример или не дожидаясь о теперь а потом снова зимы я тогда подумал у меня такие случаи были я уверен что то что я нарезал при минус 15 20 спящие саженцы потом куда их деваю я держу при температуре плюс 2 3 заметьте при положительной температуре поэтому не так страшен черт что вот здесь вот допустим они бы оттаяли бы сами так я их на морозе это потом в тепло плюс 2 3 до этого момента и вот они придут 2 3 а тут получается извините и 4 и 6 а дальше еще не знаю а если они потом проснутся а такое бывает это все-таки южные растения у меня в большинстве своем а почки наверно бухнут а потом морозом прибьет и так бывало и потом они вообще будут неполноценные а мне перейдет 1000 штук то надо было резать и вот когда наступило минус 19 я дал отмашку сказал Володя режь этот самый Леня режь вот и сам нарезал поняли то есть я наоборот избег опасности будущего потепления и просыпания потому что после этого у меня был случай крайний я на этих случаях сам учился и вас учу крутейший садовод россии крутейший садовод еще наверно советского союза я ему заказываю черенки абрикосов он присылает черенки мертвые почки черные вот он мне рассказывает я звоню вот он вместо того чтобы сказать верну деньги или там этого а что вы хотите октябрь плюс ноябрь плюс декабрь плюс в январе трава зеленая потом сразу минус 20 вот и все минус 20 хватило чтобы убить почки и ростовые все ну может он еще не знал когда восстановил что они мертвые вот ну поняли да то есть вообще нарезать брел невозможно а пропустить целый год я даже без этих самых пятидесяти тысяч останусь которые получил по морде вот даже без них останусь а извините вот вы видели мои выводы это еще не все это еще меньше половины так вот друзья я надеюсь вас убедил что я получил момент и без всякой халтуры заготовил 1000 черенков . вот некоторые детали вот это вот моя помощница куда я деньги делаю на себя трачу на коньяк на эти на санаторий вот это однозначно и помощь вы Тимоша моего наверное вся страна знает Тимофея моего это его мама так вот она бы так бы наращивал бы ногти наращивала бы ресницы и жила бы пожила но этот доход от магазина где она продавщица ноль и этот ноль уже два месяца и я тогда беру и говорю ну ка ну ка доченька одевай-ка валенки она одевает валенки и пошли мы совершать преступление вот тут то я друзья мои я как раз то преступник вот тут прав правильно меня по морде вот только возмущался этой ниной что научила и сам тут закалечил но это калеченье ради жизни видите кстати знаете что это я был это это розмарин вот это не рекламная фотография у меня на многих деревьях еще висят собрать так и не успел вот они не пропадут они сгниют и опять вернутся в дерево вот когда я фотографию делал пятого сегодня восьмое два дня назад мы заготавливали через день обратите внимание у него в руках краска масляная очень густая масляная краска значит она сейчас отрежет и замажет вот лучшего на зиму на мороз я ничего придумать не мог вот эта фотография учебная я говорю позирует режу я она замазывает вот пять почек отсчитал когда бывает механически а бывает смотрю нет 3 неполноценных 3 ценных значит 6 отсчитал под почку выше почки отрезал вот эта речка поехала к вам хотя вот эти три почки превратятся в внимание вот это учебная фотография я никогда не халтую если два метра обратите внимание толщина какая видели вот этот побег примерно метр пятьдесят метр восемьдесят длина отрезаем вот так никакой халтуры чтобы допустим мне по метр или почти метр и вам верхушку никаких верхушек сейчас покажу это допустим то что я вам высылаю качественно согласитесь вот а это вот те самые верхушки если бы 37 лет назад мне бы вот это богатство вот эти верхушки тут персики тут сливы супер тут абрикосы то что я режу подряд вот это вот это вот это вот это да я бы даже вот с этих верхушек мог бы сделать набережскую премию всей стране у нас же как опять американцы опять американцы вот а у нас же нет своих то гениев ну извините не на себя я не один такой у нас же и хватает вот у нас это 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 преступление нет это позор бы если бы железо помимо академии наук вручили бы премию а вот из этого 37 лет назад вот это как бы назвать машины времени вбернулся хаптал вот это вот и 37 лет назад начал бы поливать большинство было бы даже с верхушек но главное это качество теперь расширяем кругозор я об саду тоторова тот фильм вы увидите вы убедитесь что вот все что вот здесь написано терн яичная синяя чернослив козловского сувенир востока это все шедевры это фильме увидите будет этот за 2016 года вот а это он мне приготовил довесок я засомнился смогу ли продать взял под реализацию у него еще сто двадцать пятинку так покупайте уже одного какого то не все скажу один уже кончился ой памяти нет ну короче одного уже нету я вычеркнул из этого из это потому что мне подсказала помощница а я живу без памяти вот как какой-то кончился полностью а в коричке вот и все это на всю страну много вот чему я говорю вот это обратите внимание черенки полноценные видео вот когда мы с ним договаривались вот он не смог продавать на рынке его превращали знаете во что доводили до инфарта он сказал константинович продай я приехал и говорю то же самое володи тотору владимир сандвичу вот так я ему говорю вот пока вот так растопырил руку и вот столько оставляешь остальное все связать вот он так и сделал теперь вот эта часть делится пополам вот это примерно 45 50 сантиметров вам уедет верхушки будут выброшены вот таким вот образом без всякой пощады хотя они ценность тоже могут представлять по принципу на без рыбы и рак рыба вот это мы разобрались с вами с володей вот вот все равно не теперь я знаю кончится фильм сработал с ним и маленькое уточнение друзья ну а куда делаться людям понравилось название стерн вишневый или вишня терновая а это есть дерево володя меня съели живьем пожалуйста на фигуре резан выдачу тут резать тонюхонькие фактически негодятся чтобы не позориться решили не резать и так вишневого тёрна не будет озвучала красиво когда мы фильм смотрим так бывает вот это вот еще раз первая нарезка была 300 штук вот она в общем то есть разобрать по сортам не так их много вот видите вот это вот фотография старая хочу одно сказать у меня на продажу черенков черенков было персика примерно от этого количества это старая фотография просто новую не успел сделать примерно треть примерно треть ну половина ладно я там чуть-чуть дорезал не выдержал 10 черенков это на всю страну и у меня в каталоге уже заранее записано черенков персика нет кто успел тот не опоздал вот это мой помощник вот один из них каждый день каждый раз дед мне надо 200 рублей заработать какую только работу я не придумала но надо значит надо этот парень не это не просит деньги он просит возможно зарабатывать а ему 7 лет а он маленький день вот у нас все дети гений только они никому не нужны